Музыка Оксана Чмыхала, основательница компании BN Education Group, училась в Германии, а затем поступила в Институт туризма Федерации профсоюзов Украины. Опыт работы в сфере образования 13 лет. Собственной компанией руководит уже 8 лет. Компания BN Education Group является лидером в сфере консалтинга, в образовании в самых престижных средних и высших учебных заведениях Европы и США. В свободное время Оксана занимается серфингом и вейксерфингом. Добрый день. Это программа «Достичь большего» с BN Education Group. И сегодня мы поговорим о частном школьном образовании в США. Старая система образования на постсоветском пространстве нацелена на получение знаний. И если ребенок не справляется с системой, со схемой, он считается двоечником, получает порицания от учителей, родителей, одноклассников. А в Америке же наоборот. Учителя получают дополнительные инструкции, как вести себя с разными учениками. Учитель должен понимать сильные и слабые места каждого, независимо от его уровней тех или иных вопросов. Другими словами, хорошая частная школа-пантеон нацелена на поиск того, в чем конкретно этот ребенок талантлив, и благодаря этому происходит индивидуальный рост каждого ученика. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому факту, что все чаще прогрессивные родители со всего мира, в том числе из Украины, отправляют своих детей с 12-13 лет именно в США. У нас в гостях Джошу Анкарс, директор по зачислению уникальной, единственной школы на Манхэттене, школы-пансиона на Манхэттене, Лиман Манхэттен Преперитери Скул. Джош – это человек, имеющий колоссальный опыт, поскольку он провел 5 лет, помогая интернациональным студентам пережить все, первые моменты печали, когда они переживают по своим родителям, когда они не понимают, как влиться в эту систему. Джошуа Анкарс – директор по зачислению единственной на Манхэттене школы-пансиона Лиман Манхэттен Преперитери Скул. Выпускник Колумбийского университета, был директором по резиденции и отвечал за академическое, социальное и эмоциональное благополучие 120 студентов из более чем 20 различных стран, в том числе и из Украины. Джош, расскажите, сейчас в Украине это большая проблема, мы об этом все чаще и чаще говорим, это буллинг. Расскажите, а как вы в вашей школе решаете проблему буллинга? Мы знаем, что существует большая проблема буллинга. Это касается больше старшей школы, подростков. В Лиман Манхэттен мы считаем, что лучшей профилактикой буллинга является создание комфортного и искреннего для школьника общества. И мы имеем несколько способов для этого. Прежде всего, речь о четких инструкциях. Все дети, которые хотят у нас учиться, и их родители, должны знать, что такое буллинг. И что это на самом деле означает? Это может быть, когда кто-то кого-то толкнул, оскорбил словами, сделал это в интернете. И мы в нашей школе четко осознаем, что наши дети должны понимать, какими могут быть последствия их таких поступков. Это прежде всего. Во-вторых, это наказание за подобные поступки. Мы хоть и не часто видим такие случаи, но если все-таки узнаем о них, быстро на них реагируем. И если нет определенных тяжелых последствий для всех школьников, мы даем возможность понять каждому, почему это так плохо, почему это вредит нашему школьному обществу. Но предотвращение буллинга – очень важная вещь. У нас есть программы, которые позволяют предотвращать буллинг. К нам приходят лекторы по этому вопросу. У нас выступал режиссер фильма о расизме в США. Мы показали это кино нашим ученикам. Очень важно, чтобы семья понимала, почему мы так выступаем против запугивания детей в школе, их ровесниками. Ведь это может начаться в школе, как привычка такого к себе отношения. Поэтому и контактируем с зарубежными семьями. И я хочу, пользуясь случаем, рассказать, что в Лемон-Манхэттен учатся ученики 52 национальностей и разного социального происхождения. Привлечение учеников для нас – это главное. И когда ученики приезжают, они не сразу осваиваются, но потом начинают воспринимать нашу культуру и понимают, что им придется отвечать этим правилам, если они хотят оставаться в нашем обществе. Иногда идет речь просто о ценностях. Школа прививает большие-большие ценности детям, чтобы они понимали, что нельзя обижать других детей, что это крайне важно. И внутри школы они стараются прививать конкретно эти понимания каждому подростку. Именно это гарантирует, чтобы в дальнейшем и во время обучения ребенок будет уважителен к другим детям, к учителям и так далее. Джош, когда иностранные студенты приезжают в школу за рубежом, они действительно очень сильно скучают и переживают, поскольку они покинули свой родной дом и своих родителей. Расскажите, а как вы помогаете детям преодолеть тоску по дому? Тоска по дому – это большая проблема. Кто-то грустит, а кто-то не очень. У кого-то это первые 2-3 недели. А некоторые начинают скучать по дому, когда проходит 4-5 месяцев обучения, особенно по вечерам. Во время праздников в канун Рождества мы понимаем, что нужно работать с тысячами зарубежных учеников. Мы видим этот психологический цикл с плесками и определенными угнетениями. Различные ученики даже грустят в разное время суток. Это очень лично. Поэтому мы так и относимся к этому и не равняем всех под одну линейку. Мы понимаем, что все дети разные. Каждый новый ученик, прибывая к нам на обучение, получает своего помощника – ментора, который берет над ним шепство и помогает этому ребенку, когда у него наступают сложные эмоциональные моменты. Он должен убедиться, что этому молодому человеку комфортно, что он имеет все, что им нужно. Особенно в эти сложные времена, когда дети начинают скучать по семье. У нас работают очень высококвалифицированные воспитатели, которые общаются на многих языках – русском, китайском, французском, испанском. Чтобы помочь им пережить проблему и дать возможность на родном языке поговорить о том, как они скучают по родным. Ведь язык – это связь со своим домом. Взрослый человек, который сам пережил подобные моменты, может к этому отнестись профессионально. Это очень мощный инструмент. Хотя, конечно, у нас есть школьный психолог, который принимает три раза в неделю любого ученика. Хочешь раскрыть свое сердце, развеять свою грусть, можешь прийти к психологу со степенью доктора наук. Кроме того, у нас работает медсестра с особыми навыками. Она дает советы, как преодолеть это состояние. Собственно, весь наш персонал – это педагоги с международным опытом. Я сам такой. Я когда-то тоже скучал по семье, по собственному дому. Ведь я очень много путешествовал, тосковал по семье. Все мы – люди. Но мне очень важно именно опираться на свои собственные переживания и чувства. Это не теория. Это практическое понимание того ощущения, которое возникает у человека. Мне кажется, за пять лет в Лемон-Манхэттен я видел много очень разных учеников из разных стран. Среди них много украинцев. Большинство учеников из вашей страны – это люди с сильным характером. Они легко вступают в товарищество, находят друзей. Они искренние. Точные естественные науки – это сильная их сторона. Они с самого начала ярко показывают себя на лекциях. И мы можем их поставить на соответствующий уровень, бросая им вызов, поскольку хотим, чтобы они преодолевали трудности. Ведь мы видим, что украинские ученики, когда приспосабливаются к нашим условиям, тогда они начинают активно заниматься спортом, приобщаются к всевозможным внешкольным мероприятиям. И это наше требование. Надо быть способным не только учиться, а заниматься спортом, хором, рок-группой, танцами, чтобы можно было со всеми знакомиться, а не просто себе сидеть и грустить. Мы даем подходящее время на эти занятия. Любая школа-пансион такие возможности дает. Если говорить о разнице между украинскими учениками и американскими, то, мне кажется, одна вещь их на самом деле отличает. Украинцы к нам приезжают, хорошо зная математику, точные естественные науки. Но им надо развивать критическое мышление, учить их творчески писать. Мы очень много времени тратим на воспитание именно таких навыков. И мы стараемся привить так называемые мягкие навыки. Это умение быть в обществе и работать над проектом вместе. Это те вещи, которым у нас уделяют большое внимание. И украинцы отзываются на это. Разница заключается и в самом учебном процессе. У нас есть лекции по персональному брендингу и работе с социальными сетями. Это могут быть рассказы о модных тенденциях, правоохранительных уроках, когда ученики могут проводить какие-то расследования. Такого многие из наших зарубежных учеников никогда не видели. Ведь такие занятия сосредоточены на реальных проблемах и ситуациях. Чтобы подготовиться к университету и колледжу, чтобы уметь работать в соцсетях, чтобы уметь опираться на науку в своих действиях. Например, недавно у нас был такой случай. Это были занятия по химии. А недалеко от нашей школы есть замечательный парк, один из самых известных в мире, огромный и красивый центральный парк. Ученики пошли и все утро собирали там образцы почвы. Различные почвы. В центральном парке Нью-Йорка. И когда вернулись в лабораторию, рассмотрели, изучили, как растут растения. И это все для того, чтобы ученики могли понять, как работает сложная городская система. И мы выяснили, что после этого ученики по-другому начинают относиться к Нью-Йорку и как к огромному мегаполису. Потому что они должны здесь адаптироваться. Но и Нью-Йорк, и Шанхай, и Киев – это все большие экосистемы. Как существуют такие огромные экосистемы? Как я, как ученик, могу существовать внутри этой системы? Джош, я слышала, что у вас какая-то там необычная технология есть, и вы новичков-студентов водите в метро и в пиццерии. Расскажите об этом зачем? Мы хотим, чтобы наши ученики увидели город во всех его проявлениях. У нас есть программы выходного дня, четыре различных мероприятия в такие дни. Это может быть и Бродвей. Мы увидели уже шесть спектаклей. Даже посещали Метрополитен Опера. Посещаем спортивные матчи, в частности, хоккей, американский футбол. Но это может быть и дегустация пиццы. Мы хотим, чтобы они видели, как разнообразен город Нью-Йорк. Сколько интересного и творческого здесь есть. Иногда мы ходим и в музеи, это недалеко от нас. Но ездить в метро легче, чем на такси или на автобусе. Нью-Йорк сегодня довольно безопасный город. За последние 20 лет метро стало значительно более безопасным. Не таким, каким вы видели раньше в старом американском кино. Всеми такими вещами мы можем дать человеку ощущение город. Леша, скажите больше о безопасности в вашей школе, поскольку этот вопрос всегда волнует родителей. Я слышала, что у вас там на дверях какие-то что-то там вмонтировано на дверях, и у вас какие-то есть дополнительные вещи, связанные с безопасностью. Безопасность – это для нас, безусловно, самое важное, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, как в спальных корпусах, так и на улице. У нас есть разные системы. Во-первых, сложное программное обеспечение, благодаря которому в онлайне мы видим, кто вышел из корпуса, кто пришел. Для этого используются смартфоны. И, конечно, мы даем детям свободу. Но свобода влечет за собой ответственность. Наши ученики, как и все подростки, стремятся к этой свободе. Но одни одновременно и сами за себя отвечают, чтобы вовремя приходить, тщательно выполнять режим и получать свободу именно через ответственность. Они не ломают наших правил, ведь не хотят терять своей свободы. Это система правил, созданная мной вместе с родителями зарубежных студентов. Поэтому мы в этом смысле имеем своеобразное смарт-решение. Другой очень важный элемент нашей безопасности – система сигнализации. Когда все легли спать, воспитатель ее включает. И когда кто-то открывает дверь, звука нет. Но все, кто живет в спальном корпусе, получают текстовое сообщение, что кто-то открыл дверь. Это позволяет нашим международным семьям и персоналу спать спокойно, зная, что ученик находится в Нью-Йорке в своей комнате школы. Мы также хорошо предоставляем медицинское обслуживание. В нескольких кварталах от нас есть медицинское учреждение. Речь не просто о наших высокопрофессиональных медсестрах. А о больнице, которая работает круглосуточно. Еще один важный элемент безопасности – это то, что наша школа находится в финансовом районе города. Самым безопасным во всем Нью-Йорке. Возникает очень много нового жилья. И здесь очень удобно с детьми в спальном корпусе. Джош, а вы как-то помогаете подражиться иностранному студенту с американскими студентами? Как-то вовлекаете их в процесс учебный? Каким образом это происходит? В программе пансиона около 100 учеников, а всего в школе обучается более 900 учеников. То есть большинство наших воспитанников – это жители Нью-Йорка. При этом учатся представители 21 национальности. Кроме того, в пансионе живут даже американцы, которым далеко добираться домой. Люди живут по двое-трое в комнатах. Конечно, не каждый может подружиться с соседом по комнате. Но можно найти друзей в спортивной команде, на волейболе, баскетболе или теннисе. Или в студенческом обществе. Там также можно найти новых друзей. То есть должно быть общество. Должны быть друзья. Для нас важно, чтобы во внешкольных мероприятиях участвовали все такие ученики. И именно внешкольные мероприятия позволяют вспомнить школьные годы в положительном смысле. Я думаю, это очень интересный вопрос. Расскажите, какая самая смешная история из вашей практики. Очень много смешных историй. Прежде всего, мне вспоминаются случаи по культурной адаптации. У нас учился студент из состоятельной семьи из Казахстана. Когда он приехал в Америку, он к своим сверстникам или работникам школы относился несколько свысока. Не здоровался с охранником, уборщицами. Но как-то он захотел подружиться с милой девочкой из Киева. Но по привычке он и с ней разговаривал, так сказать, сквозь губу. И удивлялся, почему он не может завоевать ее благосклонность. На что она ответила, что нужно быть искренним, добрым, а не смотреть на людей с гордостью. Вот уже несколько лет этот парень превратился в очень вежливого и приветливого человека. Общается с персоналом, здоровается, благодарит. И это действительно внешкольный опыт. Такого на лекции не случится. Когда ученики видят людей другого происхождения, культуры, социального положения, они начинают меняться в глубине. Я видел, как меняется этот парень. Он теперь с нашими поварами играет в баскетбол. И вторая история как раз связана с баскетболом. Эта игра – это то, чем мы занимаемся на выходных. У нас есть ученики из Китая, Японии, Кореи, Казахстана, представители, пожалуй, 10-15 разных стран. Они никогда вместе не играли. Кто-то мастер, а кто-то только начал. В прошлом году мы бросили вызов студенческим чемпионам Нью-Йорка. Наши ребята решили, что они достаточно хороши в баскетболе, и мы встретились на площадке. Матч закончился со счетом 87-4. Но все хорошо развлеклись и получили удовольствие от игры. Все поняли, что такое настоящее соревнование. Конечно, никто не обиделся. Четыре очка мы забросили. Еще одна история о девятикласснике из Японии, который был слишком застенчивым. Не поднимал глаз, почти все время молчал на лекциях. И мы постоянно думали, как же его привлечь к мероприятиям нашего школьного сообщества. А у нас есть талисман баскетбольной команды. Бык, который готовится напасть. Похож на того, который стоит недалеко от нас на Уолл-стрит. И когда начался баскетбольный сезон, этот юноша отозвался на предложение одеться в костюм быка. И этот застенчивый парень превратился в искусного танцора, который умело развлекал публику на матчах. И это очень мощный опыт, который показывает, что даже подобные вещи позволяют действительно показать себя. Затем он в нашем обществе стал популярным. Таким образом, я хочу сказать, что через подобные вещи мы к каждому ученику находим особый подход. Каждому подбираем индивидуальный стиль обучения, чтобы он стал полноценным членом нашего сообщества. Но каждый раз все происходит по-разному. Ведь каждый имеет свои увлечения, свои интересы. И хотя разных детей много, мы каждого пытаемся подтолкнуть к самореализации. Мы хотим, чтобы все наши ученики выходили из нашей школы улыбающимися и довольными. И у нас есть одна хорошая традиция. Каждую весну у нас в школе появляются 12 щенков, с которыми ученики имеют возможность поиграть. Такое поведение снимает стресс. Ведь эти щенки очень красивые. Это может также позволить ученикам преодолевать грусть по дому, где у них, видимо, также были собачки или котята. У нас в Биэндикейшн Групп есть любимая история, связанная с Лиман Ванхэттен Препаретори Скул. Несколько лет назад к нам обратились родители мальчика, стандартного такого двоечника с последней парты, отправить ее в школу, потому что у него тут нет друзей. Мы протестировали этого ребенка, и наш тест показал талант в IT-технологиях. Мы отправили его в Нью-Йорк, и в дальнейшем этот студент стал звездой школы, оказался гением. Теперь у него впереди невероятная карьера, много друзей. Вот таким образом даже тот, кого считали аутсайдером, получил возможность и теперь точно знает, как достичь большего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова